Пришивание неэластичных материалов О чем мы говорили с вами в прошлый раз, чтобы исключить вопросы, которые будут дублировать прошлый эфир Не все успели посмотреть прошлый эфир, потому что я его выложила, к сожалению, поздно Там нужно было его серьезно почистить Я в прошлый раз, конечно, провела его немножко сумбурно, не очень хорошо себя чувствовала Поэтому мне вообще удивительно, что в прошлый раз что-то получилось О чем мы в прошлый раз говорили? Во-первых, мы закончили говорить про крой, там задавали еще пару вопросов, но сегодня мы их уже рассматривать не будем Да, на YouTube эфир будет выложен, естественно, только после обработки, чуть-чуть позже Вот, значит, в прошлый раз мы поговорили вообще о том, как мы нашиваем аппликацию О том, что мы ее фиксируем с помощью клеевременной фиксации Мы поговорили о том, как нашивать пайетки О том, какие есть пайетки Сразу предупреждаю, что пайетки Не предупреждаю, а повторяю Пайетки ткани бывают на разной основе Значит, мы предпочитаем брать пайетки ткани на эластичной основе Хотя бы чуть-чуть, чтобы она тянулась Да, то есть это облегчает жизнь намного Какую пайеточную ткань точно не надо брать, которая на органзе Органза очень сильно распускается и, естественно, не тянется Если вы нашьете пайеточную ткань с такой основой, то эластичный купальник будет растягиваться А сегмент не будет растягиваться В итоге края у вас порвутся, вылезут и аппликация не будет зафиксирована Именно поэтому желательно либо сеточка, даже если она не тянется, это не трагедия Главное, небольшие участки выкладывайте Значит, про стразы мы сегодня не говорим Вопросы про стразы не задаем Мы сегодня говорим только про аппликационные техники и про техники росписи Про камни можно будет задать вопросы на следующем эфире Он будет не на следующей неделе, а через неделю Потому что у меня следующая неделя вся будет посвящена очному интенсиву Я постараюсь там выходить в эфир каждый день по чуть-чуть Чтобы показывать вам, что мы со студентами делаем каждый день Этот очный интенсив у нас будет для нас необычный Мы будем шить каждой студентке полноразмерный купальник Там будет интересно Мне самой интересно, что у нас получится Думаю, что должно получиться хорошо Очень хочется, чтобы каждая девочка вышла с курса с купальником очень хорошего качества Про оборудование мы сегодня тоже не говорим Посвятим оборудованию другой эфир Сегодня я, к сожалению, без помощницы Поэтому мне придется саму читать ваши комментарии Это будет меня немножко сбивать Но я надеюсь, вы меня простите На прошлом эфире мы остановились на том, как мы пришиваем неэластичные ткани к купальнику Значит, прежде всего, самое важное, что нужно понимать Если у нас неэластичная ткань занимает небольшой участок купальника То никаких особенностей на пошив купальника это не оказывает Ну, грубо говоря, если у меня, допустим, на купальнике вот такой вот элемент Ну, естественно, он вот конкретно в этой части ухудшит эластичность купальника Но купальник будет тянуться за счет верхней части и за счет нижней части Поэтому, когда мы работаем с небольшими участками неэластичных тканей Это может быть не обязательно лейсы Это может быть, ну, что угодно То есть сейчас такой огромный ассортимент разных тканей Вот, например, то, что хотела как раз вам показать Сейчас появилась вот такая вот ткань интересная Это основа неопрена, плотная такая основа А сверху такой лаковый блестящий материал То есть это прекрасная альтернатива зеркалам Зеркала, как известно, они могут ломаться, колоться и тому подобное А это сохраняет такой же блеск, и мы можем вырезать из нее абсолютно разные формы Про крой тоже, девочки, не задаем сегодня вопросы Вы меня не распыляйте, пожалуйста, по разным темам Сегодня мы говорим об аппликационных техниках и о росписи То есть вот по этим темам задаем вопросы Все остальные вопросы либо в комментариях к прямым эфирам Либо каким-нибудь другим образом задавайте эти вопросы По крою были посвящены предыдущие два эфира Вы их можете посмотреть на ютубе, можете там задать свои вопросы Пожалуйста, сегодня конкретно по двум темам Аппликационные техники и роспись Значит, продолжаю про вот этот вот лаковый неопрен То есть из него мы тоже можем его применять на купальниках Но здесь момент какой То есть мы должны их пришивать так, чтобы между этими сегментами Обязательно были участки растяжимой сетки основы Эта зеркальная ткань скоро будет в СВ Стразе Пока это можно купить вживую в магазине Айсидора Вот, она там есть, хорошая ткань Ну, надеюсь, что скоро наш любимый партнер СВ Стразе Привезет такую ткань и можно будет купить это через интернет Айсидора, к сожалению, через интернет не хочет работать Такая ткань бывает разных цветов Золотая, серебряная, ну, там разные голубые, фуксия Ну, короче, очень красивые яркие цвета Бронза есть, черное, серебро, да То есть ассортимент огромный И с нетерпением ждем поставки СВ Страза Так, значит, по эластичным элементам Как я уже говорила, если у нас небольшой участок Аппликации из неэластичной ткани То ничего не думаем, просто пришиваем его напрямую на купальник Можем по контуру пришивать Можем пришивать, там, допустим, листик посередине Да, то есть чтобы вот эти вот краешки листика торчали Создавали такой небольшой объем Да, то есть это абсолютно вот как кому хочется Мы пришиваем это на швейной машине Естественно, если мы хотим пришить на швейной машинке То нужно вот эти вот все нашитые бисеринки Такие бусинки снимать И зачастую, когда начинаешь их снимать Вот эти вот объемные цветочки, они тоже отлетают Вот, если вы хотите сохранить вот эту вот расшивочку То тут, к сожалению, придется вам пришивать вручную Так, купальник с элементами неопрена сейчас показать не могу Потому что он уже, ну, то есть мы делали, наверное, работы три такие, да Они сейчас у заказчиц К сожалению, не могу сейчас показать Но вы можете посмотреть на моей странице в Инстаграме Там есть фрагменты с использованием такой ткани Пришивать мы можем неопрен либо прямой строчкой Либо можем пришивать зигзаговой строчкой, как обычная аппликация Игла эту ткань прекрасно берет Главное, скорость не очень большую делайте И, в принципе, все нормально Значит, мы, причем, мы вообще с этими тканями работаем Как уже с готовыми объемными модульными элементами То есть мы стараемся их пришивать не полностью по периметру А пришивать какую-то часть, чтобы она там торчала Либо как перышко Да, то есть, ну, вот одна из работ, которую мы делали для Яники Вартлаан Купальник с подлебедя Там были такие красивые золотые перья из этой ткани Один купальник мы шили с такими элементами для Дины Авериной Но пока он был только на опробовании Пока его не надевают, потому что считают, что он к упражнению никакому не подходит Вообще купальник хороший получился Фотографии можно тоже найти в сети Постараюсь выложить в ближайшее время на своем аккаунте Так, значит, для того, чтобы вы просто понимали, как эта ткань себя ведет Как она показывает себя в работе Значит, единственное, что вот эта вот ткань, которую мы покупаем в Асидоре Она имеет такую особенность, она немножко закручивается в сторону зеркального покрытия При влажно-тепловой обработке То есть, когда мы камни горячей фиксации клеим, она чуть-чуть закручивается То есть, когда до наклеивания камней она была прям такая ровная-ровная, такая замечательная-замечательная Потом она чуть-чуть начала подкручиваться Те ткани, которые заказала компания СВ Страза, она чуть-чуть лучше То есть мы ее тестировали, пробники тестировали на утек Вот она не закручивается Неопрен не красится Ну, это зеркальное покрытие, как вы его красить-то будете Бесполезно, по-моему Вот Значит, дальше Ну, то есть, я имею в виду, естественно, необычный неопрен А неопрен именно с зеркальным покрытием Черным контуром не вижу смысла оформлять эту ткань Потому что у нее черная подложка Она и так, так как она достаточно толстенькая Там черная обводка как будто бы получается Да, то есть, ну, дополнительно мы ее не отбиваем контуром Все вопросы при нашивании неэластичных тканей Начинают ставить мастеров, ну, не то чтобы в тупик, да А создают определенные сложности Когда нам нужно сделать из этих элементов Вот сплошной купальник, да То есть, когда площадь занимаемых элементов большая Кто следит за моими работами Мы видели белый купальник для Полины Шматко Который мы шили вот с использованием вот именно таких И еще там были использованы из двух тканей Тоже объемные элементы для нашивания на купальник Это абсолютно неэластичная ткань, да И мы понимаем, что если мы полностью площадь купальника Выложим такими элементами, он тянуться не будет совсем То есть гимнастка в нем гнуться не сможет Либо трусы будут убегать вообще в далекие дали Ну, короче, купальники с использованием большой площади таких элементов Нужно думать, как пришивать Мы сделали хитрость Причем эту хитрость мы разработали еще на купальниках Которые вот под Дольче Габбану для сборной Российской Федерации Которые, собственно, очень хотела Ирина Александровна И нам удалось сделать их так, чтобы ей понравилось Там вообще была сумасшедшая работа То есть там полностью рисунок вот этих аппликационных вышитых элементов Мы разрабатывали сами, мы заказывали эту вышивку Вышивка делалась больше месяца Почему вышитые элементы? Вот практика показала, что на ковре они реально ярче, чем аппликация Обычная аппликация из бифлекса с росписью Я считаю, что вот это вот требование Ирины Александровны Именно о вышитых элементах на тех купальниках Было абсолютно оправданно и она сработала Единственное, что, конечно, очень высокая трудоемкость Для сборной Российской Федерации мы, конечно, готовы так убиваться Для обычного заказчика вот такая вот индивидуальная разработка вышивки И вышивка это будет стоить каких-то вообще запредельных денег Ну это сложно, долго и трудно Вот, значит, там была спереди, если вы помните, большая площадь Именно вот вся в этих цветах Вообще девочки-сборницы, они очень требовательны к удобству купальника То есть там нужно, чтобы они им не мешали Очень высокая ответственность выступления гимнастки И поэтому мы стараемся так, чтобы купальники были комфортны И там мы, соответственно, разработали вот эту вот технику Когда каждый элемент, вышитый элемент, врезался отдельно И нашивался так, чтобы при контакте с другим элементом Они двигались относительно друг друга То есть мы их пришиваем с небольшим нахлёстом И располагаем зоны фиксации, ну, скажем так, крест-накрест Так, чтобы одна точка фиксации у другого элемента вот здесь А у предыдущего вот здесь И получается, вот они вот так вот между друг другом двигаются Как это выполнено, вы можете посмотреть в нашем онлайн-курсе Там конкретно вот на примере купальника Полины Шматко Рассмотрена, как делается эта технология Здесь сама соль этой технологии не в том, что мы методом наколки Накалываем вот эти цветочки в красивом положении А именно в том, как они фиксируются между собой Для того, чтобы сохранять предельную эластичность Именно в этом, собственно, наше нау-хау и есть И вы его можете увидеть в нашем онлайн-курсе Вот про, кто оплачивает купальники сборной Пожалуйста, эти вопросы к сборной Я неуполномочена раскрывать финансовые вопросы работы сборной Так, значит, дальше Был вопрос про использование перьев на купальнике Значит, мы сразу понимаем, что перья Материал такой нежный То есть они, во-первых, ломаются Просто смотрите Здесь, к сожалению, я сегодня не поставила купальник с перьями Купальник с перьями был на прошлом эфире Перья бывают страуса, бывают там марабу Ну, то есть абсолютно огромный ассортимент различных перьев Значит, при выборе перьев прежде всего смотрим, чтобы они были мягкие Да, то есть мы понимаем, что если перо там жесткое Ну, вот как вот остов, да, у вот этого пера Да, то это поломается вот буквально прям сразу, да И девочке будет некомфортно Поэтому мы берем мягкие перья Значит, мягкие перья можно приобретать, ну, страус, например, вот в таком варианте И мы нашиваем именно вот эти вот самые тонкие перышки, да, то есть мягенькие, которые двигаются И можно их покупать вот в виде таких лент и отсюда тоже вынимать, соответственно, эти нити перьев Кроме того, есть еще перья плетуха, они тоже мягкие, тоже их можно использовать У марабу только кончик, прям такой пушистый, ну, то есть ассортимент большой Значит, с перьями проблема в следующем, да, то есть они ломкие И не все перья хорошо переносят стирку Есть перья, которые очень сильно линяют, да, то есть, причем, когда мы их покупаем Мы не можем понимать, как они будут себя вести ни под утюгом, ни в стирке Поэтому желательно перед нашиванием цветных перьев протестируйте их на линьку, да Потому что если вы пользуетесь камнями горячей фиксации, проблемы могут возникнуть уже на стадии расклейки купальника И, соответственно, когда купальник будет стираться, если перья очень сильно линяют, то вы получите очень большую проблему Если у вас перья именно такие линяющие и с этим ничего сделать невозможно, да Сделать с этим реально ничего невозможно, потому что их окрашивают на производстве, да Мы в своих домашних условиях это не очень можем делать Перья окрашивать-то можно, но мы красим акрилом, а акрил, вы знаете, как бы немножко утяжеляет ткань Я думаю, что единственный вариант, каким можно чуть-чуть подкрашивать перья, это аэрографом То есть аэрографом можно такую легкую тонировку нанести Ну, больники, по крайней мере, этим пользуются Но нужно понимать, что акрил и стираемый материал, и яркость такого окрашивания, она теряется Значит, стирать перья можно, но не все перья после стирки очень хорошо себя показывают Вот, поэтому это нужно все тестировать Если у вас вот такой вот вариант с перьями, которые не хотят хорошо стираться, делайте их съемными То есть у нас в онлайн-курсе как раз тоже есть урок, как пришивать именно съемные перья Несъемные перья мы тоже делаем Мы делаем просто, знаете, это можно даже увидеть в видео, которые публикуют в открытом доступе дома моды То есть они вот так отрывают несколько перышек, скручивают вот эту вот штучечку и опускают в наш обычный клей такого типа для камней И у нас получается такой хороший элемент для нашивания Но это такое нашивание, это практически перья несъемные, да, то есть их очень плотно пришивают, чтобы они не отваливались Вот, значит, про перья мы поговорили Способы пришивания бахромы Значит, бахрома сейчас, если говорить о том, когда она начала использоваться Ее пришивали прям такими линиями, полосами, да, в каждом месте бахромы должно быть, ну, где-то 2-3 слоя бахромы Чтобы она создавала красивый объем Сейчас не очень в моде делать вот прям такие же сплошные юбки из бахромы Но бахрома активно используются как локальные такие места оформления купальников И там можно ее пришивать либо сегментами, либо ее можно пришивать, вообще ее можно распускать на отдельные веревочки Собирать в пучочки и пришивать пучочками, да Это можно делать на швейной машинке, это можно делать вручную Все зависит от конкретной дизайнерской задачи Есть еще один такой муторный способ пришивания бахромы, когда мы ее пришиваем под аппликацию Вот здесь вот, это такая ювелирная работа Шоу в аппликации должен идти так, чтобы все веревочки бахромы висели очень ровненько Это делать можно, но тяжеловато Значит, было два вопроса про работу со стеклярусом Вы знаете, у меня к стеклярусу очень такое однозначное отрицательное отношение Почему? Объясню Любой стеклярус, вот на что бы вы его не нанизали в процессе эксплуатации купальника Он будет рваться, хотя бы одна-две нити будет отрываться Стеклярус – это стекло Нить порвалась на ковре Этот стеклярус рассыпался локальным образом в одном месте на ковре Следующая гимнастка проедется по этому месту коленом И колено у нее будет все в кровоподтеках Я считаю, что использование стекляруса, как травмирующее, должно быть в художественной гимнастике запрещено То есть у нас на чистых коврах девчонки-сборницы там стирают себе колени в кровь У них мы сейчас лосины делаем с защитой колен Ну о чем мы говорим? Давайте все-таки думать о безопасности наших детей Ответственность должна быть некоторая Я понимаю, что стеклярус очень красив Мне очень нравится, как он выглядит Но давайте вот для бальников Бальники коленями по паркету не лозят, слава богу За редким исключением В художественной гимнастике я считаю, что стеклярус не нужен Так, как вы относитесь к купальникам-трансформерам? Можно ли использовать для крепления кнопочки или липучечку? Ну, значит, трансформеры завоевали популярность И вполне заслуженно То есть очень хочется обращать внимание на девочку И когда в процессе выполнения упражнения Девочка каким-то образом трансформирует купальник Это все, естественно, зрелищно, красиво и интересно Есть еще вариант трансформации Когда трансформация купальника происходит не в процессе выполнения упражнения Ну, как бы между упражнениями То есть какой-то элемент другого цвета прикалывается Ну, каким-то образом присоединяется к купальнику И девочка выходит как будто бы в новом купальнике Естественно, это тоже можно использовать Это такой вариант некоторой экономии для родителей Мы знаем, что купальники достаточно дорогие И что гимнастке нужно 4 купальника на сезон Это все тяжело И поэтому такой вариант, конечно, возможен Каким образом крепить эти элементы? Вы абсолютно правильно указали Что это могут быть и кнопочки, и липучка Липучка менее, на мой взгляд, грамотна Почему? Потому что у нее, знаете, есть часть, которая с крючочками Вот она будет делать вам зацепки на остальных частях купальника То есть мне думается, что этот вариант не очень хорош для долговременного использования купальника Кнопочки мы используем вполне нормально Еще для трансформации в процессе выполнения упражнения Еще используются магниты Значит, смотрите, есть магниты Ну, вот во всех конторах, которые оптом торгуют Различной фурнитурой для шитья Продаются такие шубные и сумочные магнитики Мы делаем как? Мы покупаем эти магнитики И достаем их из металлического корпуса То есть мы используем в работе именно сами пластинки магнита Мы их вшиваем в ткань и используем их, собственно, для трансформации Значит, здесь есть один нюанс То есть чем ближе у нас магниты находятся, тем лучше сцепление Поэтому между ними камни наклеить трудно Поэтому нужно сразу продумывать, как у вас будет выглядеть вот этот момент, когда крепится Могу даже показать, вы знаете Ну, вот смотрите, да, удачно оказался купальник Дины под петрушку Да, он до сих пор еще не продан Значит, смотрите, вот видите, вот здесь вот Вот здесь вот у нас магнитик Вот Магнит вшит вот сюда Причем, обратите внимание, какая здесь была сложная задача Здесь, видите, не разбитая никакой аппликации зона И для того, чтобы элемент магнита не был заметен сквозь купальник Мы его пришивали вот в такую постепенно утолщающуюся и компенсирующую толщину магнита Подушку из бифлекса То есть здесь один ромб, следующий ромб В них вырезан внутри кружочек под магнит И магнит, ну, то есть он максимально плоско, да И когда гимнастка надевает этот купальник на боди из такого же телесного бифлекса С лицевой стороны вот эта вот зона практически не видна И вы видите, да, что здесь у нас и кверху Причем сверху вот здесь вот мы как раз и использовали еще и липучечку Вот Здесь у меня мягкая часть, а здесь часть с крючочками Вот, то есть это в базовом положении у нас на липучке Да, и потом открывается и на магнит фиксируется этот элемент уже к основе купальника Это все достаточно, ну, каждый раз нужно продумывать Очень внимательно продумывать Не всегда это очень хорошо работает Значит, так В онлайн-курсе купальников-трансформеров на данный момент нет Может быть, запишем Но если честно, вот когда трансформеры начали использовать Я думаю, что основная масса мастеров начала возносить молитвы богам купальников О том, чтобы трансформеры запретили Но их, конечно, не запретят Ну, это такой, знаете, элемент шоу Да, то есть мы привыкли к тому, что шоу это все-таки в каких-то цирковых программах Гимнастика немножко про другое Но так как есть запрос на это, да, вот Ирина Александровна хочет, чтобы каждый купальник удивлял Да, то есть и вот мы, собственно, придумываем что-нибудь, чтобы иметь возможность удивить и зрителей, и окружающих мастеров Ну, тяжеловато Сколько страниц? Это не книга обучающая Это сборник инструкций, девочки Это не обучающая книга Это сборник инструкций к онлайн-курсу Да, то есть там нету слитного повествования Там есть инструкция к конкретным каким-то урокам Страниц там сколько? Много? 88 страниц там Значит, т-т-т-т Сборник появится в наличии на следующей неделе Значит, печатный вариант нашего курса Ну, знаете, это такая огромная работа, да То есть вот у нас более 130 уроков Инструкции, написанные, ну, к четверти, наверное, этих уроков Вот это огромнейшая работа Написать инструкции ко всем 130 урокам Это сложно, долгое и тяжело Книга будет в наличии в конце этой недели, в начале следующей Сборник инструкций можно будет приобрести на нашем сайте И, может быть, через некоторое время этот же сборник инструкций Можно будет приобретать в СВ Страза Так, значит, давайте я сейчас пробегусь немножко по вашим вопросам предыдущим Потому что я не все читала Да, по инструкциям построить выкройку можно Так, в разных странах, да, есть запреты на разные элементы И, кстати, в одном из прошлых эфиров был вопрос по тому, какие объемные элементы вообще можно использовать Как это в правилах отражено Вообще, что мне хочется сказать Насчет правил в среде мастеров ходит огромная масса легенд Причем мне непонятно, почему они ходят Потому как пункт в правилах по художественной гимнастике относительно костюма Он очень небольшой Не надо придумывать, что ой, изображение животных нельзя Ой, там объемные элементы нельзя Читайте правила В правилах все предельно коротко Причем правила у нас выложены на нашем ресурсе ВКонтакте В группе общедоступной Пожалуйста, читайте там все очень немножко Вот прям строго, коротко Мы понимаем, что зачастую вообще купальники чуть-чуть нарушают эти правила То есть какое-то время судьи к этому относятся лояльно И не обращают на это внимания Ну вообще, скажем так, на немеждународном уровне Сбавки за костюм встречаются крайне редко Да, в принципе, и на международном уровне Но мы в любом случае консультируемся обязательно с судьями Когда что-то новое придумываем и спрашиваем Как к этому могут отнестись И если, допустим, есть какие-то сомнения насчет элементов Мы убираем такие элементы Вот, например, в прошлом сезоне Не в этом текущем сезоне, а в прошлом сезоне Для Ариши Авериной под байдерку Мы два раза на купальниках делали рукава Не с буфами, как это назвать Ну, короче, свободный рукав на манжете Он все равно нашивался на основу изоблегающего рукава Но два раза нам говорили это переделать Потому что, скажем так, такой рукав Может создать препятствие судьям Оценить правильное положение руки гимнастки Поэтому всегда стараемся взвешивать решения И применение каких-то новых элементов Ну и, естественно, самое первое Когда мы думаем о новых элементах Мы прежде всего думаем о том Чтобы гимнастки эти элементы Не мешали выполнять упражнения Так, сейчас еще немножко читаю ваши вопросы Дублируется ли собачка молнией с изнанки? Ребенок после соревнований с огромным синяком на спине В проекции молнии Значит, смотрите, вообще у всех гимнасток Тело абсолютно по-разному устроено Ну, в определенных допусках То есть и там, где у одной девочки будет возникать синяк Другой будет абсолютно комфортно И без проблем Значит, да, можно ставить тоже из нескольких слоев бифлекса Под молнию такой клапаночек Это можно делать без проблем Я вообще, если честно, молнии на купальниках не люблю Потому что молния неэластичная И у нас же гимнастки очень сильно прогибаются в спине И вот на вот этих прогибах молния, неэластичная молния Ложится такими, знаете, волнами некрасивыми Поэтому я стараюсь молнии на купальниках использовать крайне редко Но здесь этот вопрос, он же не только про молнии на самом деле Допустим, если вдоль спины идет ряд пришивных камней Вот, например, сборная в групповых упражнениях То есть несколько раз конкретно просили не ставить крупные камни вдоль позвоночника Потому что у девчонок появляются там синяки С другой стороны, у меня был купальник для гимнастки Когда вдоль позвоночника шли прям крупные здоровые треугольники Я спрашиваю, а тебе вообще удобно? Может заменить на мелкие камни? Она говорит, нет, вообще все нормально, все удобно То есть, видите, здесь индивидуальные особенности Так, дальше по вопросам Так, зеркала акриловые, проблем нет Но это, знаете, у одного человека с зеркалами акриловыми проблем нет А у другого ломаются Ну, то есть, я неоднократно слышала от девчонок Из той же сборной Что не совсем удобно Кому как Мы же опять же сравниваем Мы можем сравнивать начинающую гимнастку Которая там еще не очень интенсивно работает на ковре И можем сравнивать гимнастку международного уровня, у которой износ купальника идет очень высокий Мы знаем, что зеркала, они царапаются С другой стороны, у них очень большая площадь отражения Поэтому с ковра они выглядят очень ярко и эффектно То есть, я не знаю, у меня внутри все равно против зеркал какой-то стоит такой Не очень они мне нравятся Грубо говоря, я их ставлю на купальник только тогда Когда есть конкретно в дизайне отсылка к зеркалам Где они просятся Да, и, кстати, насчет того, что они крошатся и разваливаются Девочки, я неоднократно на купальниках заменяла камни сваровские Пришивные, разбитые Да, то есть, а что уж мы говорим про пластиковые, акриловые зеркала Ну, нагрузки на костюм достаточно высокие Может быть, что угодно, да То есть, я не говорю, что акриловые зеркала использовать нельзя Ну, есть альтернативы, которые можно тоже использовать, бога рать Это все здорово Так, ну и мы тоже, соответственно, в работах используем Далеко не все купальники мы делаем сборной Работают прекрасные мастерские Арт-блеск, работает идол Работают отдельные мастера прекрасные Та же Марина Гогуа, да, к которой у меня огромнейшее уважение и восхищение То есть, это традиционно мой любимый мастер Вот Яни Кудравцевой мы не шили ни одного купальника Где приобретаются объемные белые цветы Сейчас вообще достаточно много магазинов, которые предлагают объемные вышитые цветы Значит, они бывают в виде тканей Сейчас я вам покажу Вот, смотрите, да, то есть здесь вышивка на сетке Плюс нашиты вот такие вот объемные цветочки Да, прекрасный элемент для выполнения каких-то объемных элементов на купальнике Да, вырезаем эти элементы, нашиваем на купальник Если элемент длинный, да, и создает там проблему для растяжения Дробите его, нашивайте с небольшим нахлебством, как я говорила, да Если элементы коротенькие, мы можем выкладывать из них картину Главное, смотрите, чтобы общая эластичность купальника не страдала Есть вот, например, вот такая ткань Где мы просто срезаем вот эти вот готовые цветочки, да И можем нашивать их на купальник отдельно Значит, единственное, что вот такие цветы при жестком ВТО Они, конечно, теряют свою пушность, да Именно поэтому я зачастую предпочитаю все-таки использовать самодельные цветы Из той же голограммы, из сетки, из бифлекса Которые мы делаем вот по технологии объемных цветов Да, то есть про это я много где публиковала Ну, то есть цветочки не проблема делать Вот, есть, значит, магазины, где свадебные ткани продаются, да Их определенное количество по Москве Их можно найти, ну, например, Диадема Ева Например, в Осидоре очень большой выбор хороших тканей, ну, такого типа, да Причем есть вот такие вот лейсы, а есть... Ой, сейчас тоже покажу Значит, вот на купальник для Ариши Авериной под ленту предыдущей, да Черно-красно-синий Мы вот нашивали вот такие элементы Это шитье, да, то есть такое Вот из него вырезаются такие лейсы, да Мы их здесь комбинировали вот с такими модульными элементами И, собственно, вот таким вот образом делаются из разных видов кружева такие объемные элементы Это все, ну, все, что вот ваша фантазия вам позволит, вот это вот все можно делать Так, сразу могу сказать, что несмотря на огромный, кажущийся огромный выбор, да Когда начинаешь искать конкретные какие-то цветы, значительно быстрее сделать их самостоятельно, чем искать готовую ткань Поэтому я, как, знаете, такой плюшкин, я покупаю всегда все, что вижу, что мне нравится Вот, и у меня набирается такая коллекция, которая когда-нибудь будет использована на чьи-нибудь хорошие купальнички Сатин-вельвет можно ли использовать? Я так понимаю, речь идет о крисановском бархате, таким, глосс, да, конечно, можно использовать У него эластичность, по-моему, чуть-чуть пониже, чем у обычного бархата Ну, в принципе, бога ради, нормально используется Так, а как кроете юбку из сетки, бифлекс и долевой косой поперек? Вот, на юбках абсолютно без разницы, какое направление кроя вы будете использовать На юбках растяжение ткани не принципиально Так, ну, я так понимаю, что основную массу вопросов по аппликации мы прошли Так, и сейчас мы идем к освещению вопросов в росписи Вот, так, с открытыми боками у нас нижний слой Так, в купальниках с открытыми боками у вас в трусах нижний слой из сетки или из бежевого бифлекса Из двойной дублированной сетки Я об этом говорила в прошлых эфирах, можете посмотреть Какую сетку используем для основы купальники Артикул 0719, цвет 232, покупаем в СВ Стразе Прекрасная сетка с очень хорошими показателями И она ведет себя очень хорошо с разных позиций То есть и нитки эластана у нее не вылезают, и эластичность сейчас хорошая Единственное, что благодаря СВ Стразе нам удалось добиться хорошего качества у поставщика этой сетки Потому что он периодически поставляет сетку под одним и тем же артикулом с разными показателями эластичности Сейчас сетка в СВ Стразе с отличными показателями эластичности Можно ее покупать, она замечательная И СВ Стразе договорились с производителем, что каждый раз они будут перед отправкой сетку проверять на эластичность Чтобы у нас не было такой истории, как в прошлый раз, когда пришла сетка менее эластичная Что создало нам некоторые сложности, конечно Есть ли возможность использования кожи или кожзаменителя на купальнике? Да, используется кожзам Единственное, что смотрите, если у вас камни горячие фиксации, нужно сначала проверять, как она будет работать с утюгом То есть если с утюгом эта ткань не работает, то нужно, соответственно, применять камни холодной фиксации Но, на мой взгляд, ассортимент тканей, который мы можем использовать в гимнастике, он достаточно широкий И позволяет нам находить альтернативную замену кожзаму Например, есть в том же магазине СВ Стразе прекрасная голограмма черная по черному Она создает вот такой вот легкий блеск черной ткани, который сходен с черной кожей Есть у производителя Крисан Бархат Глосс, который тоже создает приблизительно такой визуальный эффект Мы используем и ту, и другую ткани, иногда их комбинируем в одном купальнике И получается достаточно интересно и красиво Так, значит, про сетку я ответила Так, секундочку Как делать островок сзади на купальнике? Девочки, есть онлайн-курс, два предыдущих эфира, когда мы про это говорили Пожалуйста, смотрите Чтобы не разрезать А, ну то есть, если вы говорите о цельном, ну просто спинка делается на 4 см короче И растягиваются боковые швы на спинке относительно боковых швов переда Таким образом компенсируется эта горизонтальная выточка без разрезания купальника по горизонтали Так, про отправку, пожалуйста, вопросы на почту инфособакалана18.ру Так, как можно стачать боковые швы у фатина? А зачем их стачивать? Фатин он такой тонкий, либо делаем цельнокроенную юбку, либо нахлёст просто делаем Не вижу особого смысла стачивать боковые швы на фатине Так, если у нас платье из фатина, то там делается закрытый шов Но это не вопрос нашего эфира уж точно Как стирать купальник с перьями? Я ей рассказала, что если перья красятся, то делаем перья съемными Отпарываем перед стиркой и потом пришиваем Если перья не линяют, то можно стирать вместе Они потом после высыхания распушаются Так, бежевая сетка продается в магазине СВ Страза И в нашем интернет-магазине по той же цене ее можно приобрести Заливаете ли вы места пришивания зеркал клеем? Нет, не заливаем Так, наши прямые эфиры можно посмотреть на нашем канале в YouTube И через некоторое время я их выложу в Instagram TV Тоже здесь можно посмотреть Пришивные пайетки, если тоненькая полоса, пришивать поштучно Ну, там, знаете, пайетки иногда бывают, знаете, такими лентами В принципе, можно лентами Но, если честно, мне не очень нравится такой эффект именно визуальный То есть я бы предпочла все-таки камнями выкладывать Нужна ли ластовица? Ну, я считаю, что да, нужно даже Ну, во-первых, из гигиенических соображений Из эстетических соображений Ну, как бы, наверное, да Так, про расклейку будем говорить в следующий раз Инструкции, да, будут на следующей неделе Так Камни горячей фиксации можно использовать на голограмме Просто нужно покупать качественную голограмму В СВ Стразе продается качественная голограмма Ее же можно купить в нашем интернет-магазине Так Про расклейку говорим в следующий раз, девочки Сколько слоев из бифлекса допустимо в аппликации на купальниках Нигде это не оговаривается Просто мы понимаем, что многослойный бифлекс ухудшает эластичность купальника Поэтому из многослойного бифлекса мы делаем только модульные элементы Которые не пришиваются полностью на купальник Так Значит, ну и, соответственно, сейчас, я так понимаю, мы можем уже перейти к вопросу о росписи У нас осталось немного времени Значит, я сейчас расскажу вам основные базовые моменты Какие краски мы используем, какие кисти используем Еще немножко поотвечаю на вопросы И в следующий раз, следующий эфир, который будет не на следующей неделе А через неделю Мы с вами поговорим про роспись вот прям с самого начала То есть у нас весь прямой эфир будет посвящен росписи Ну и, соответственно, если вдруг успеем, еще и поговорим в следующий раз о расклейке Про работе с перьями я уже рассказала, по-моему, все, что могла сегодня Так, значит, роспись Значит, мы четко понимаем, что для работы с купальниками мы используем акриловые краски Значит, акриловые краски бывают двух принципиальных видов по ткани, я имею в виду Значит, это бывают растекающиеся краски и нерастекающиеся краски Так, растекающиеся краски Растекающиеся краски мы используем фирмы Ивана Бывают такие же растекающиеся краски у фирмы Декола Но я их использую настолько крайне редко, что у меня их здесь нет Почему мы деколу растекающиеся не используем? Они, что вот эти вот, что декола, они обычно пишутся, что по шелку, то есть пишется там акриловая краска по шелку. Если вы видите прибавку по шелку, это значит растекающаяся краска. Она отличается от нерастекающейся тем, что у нее такая консистенция молока. Для каких целей мы ее используем? Эту краску мы используем для акварельного метода росписи. Что такое акварельный метод? Когда нам необходимо на купальнике сделать вот такой вот плавный переход цветовой от более светлого к более темному. Или, например, расписать какие-то объемные элементы, где-то там посильнее, поплавнее. Например, вот такой вот бантик сделан тоже акварельным методом. Как это делается? Берется ткань, раскладывается на ровной поверхности. Мы для этих целей используем оргстекло в нашей мастерской. Забивается ткань полностью водой. Ну, либо просто мочится, либо там из поливизатора, из чего угодно мы мочим ткань. И как вот в детстве акварелью рисовали, вот так же мы рисуем вот этими растекающимися красками по ткани, да, создавая вот такие плавные акварельные переходы одного цвета в другой цвет. Техника очень простая, очень удобная. И, знаете, вот когда мы проводим очный курс, вот на этой стадии обучения у девочек, знаете, такой детский восторг, потому что получается быстро, красиво и очень здорово. Можно ли использовать ябаны, если есть осадок? Ну, конечно, можно. Можно взболтать, можно перемешать, а можно не взболтывать. Просто там обычно оседает пигмент какого-то цвета, да, поэтому, когда вы взболтаете, он чуть-чуть меняется. Да, бант – это модульный элемент. Модульный элемент – это всё, что мы можем вот так вот снять и переставить в другое место. Да, то есть, вот, так, значит, если у нас нет растекающейся краски, тот же акварельный метод мы можем использовать с нерастекающимися красками, теми же, вот, ну, мои любимые краски, Жаккар Текстиль, да, это нерастекающиеся краски. Мы их можем разводить до консистенции молока и работать точно так же акварельным методом по мокрой ткани. Значит, акварельный метод до пришивания, да, конечно, до пришивания любая нитка на ткани, да, допустим, вы промётку какую-то сделали, вот она будет собирать на себя краску. Да, сушить акварельный метод надо не поднимая с основы, ну, то есть, с гладкой поверхности, да, то есть она должна вот, вот, как вы её раскрасили, вот так же она до полного высыхания лежит на основе. И только после полного высыхания вы её снимаете. Если пользуетесь камнями холодной фиксации, то нужно утюгом зафиксировать эту краску. Если горячей фиксацией пользуетесь, то она будет закреплена в процессе расклейки купальника. Не растекающуюся краску мы не разводим, а не растекающую разводим водой. Белую сетку именно таким методом и красим. Значит, про аэрограф. Давайте подождите, про аэрограф чуть-чуть позже. Значит, мы сейчас поговорили про акварельный метод, да, росписи. Срок хранения у Ивана 5 лет, прислали просроченную с осадком. Вот честно, вот я даже на срок хранения, вот даже не смотрю. Вот глубоко, без разницы, какой у неё срок хранения. Она сохраняет свои качества долгое время. С осадком она может у вас прийти и новая, да, только выпущенная. То есть, ну, по-разному осаждается пигмент в красках. Так, значит, резерв мы не используем... Нет, ну, один раз я использовала резерв, когда думала, что роспись тканей на купальнике, это в самом начале моей деятельности, нужно делать как роспись батика. Ну, то есть, если вы придумаете какую-то свою технику, которая будет напоминать технику батика, бога ради, используйте. Значит, акварельным методом красят только светлую сетку. Ну, не обязательно прям светлую, да, может быть, какой-то интенсивный цвет, который нужно затемнить, да, допустим, бордовый нужно увести в чёрный, мы тоже можем красить. А вот по чёрной ткани акварельный метод не сработает никак, видно не будет. Так, ну и, соответственно, кроме акварельного метода, есть сухой метод росписи. Сухим методом мы красим уже элементы, уже нашитые на купальник. Сухим методом мы используем именно нерастекающиеся краски. Это наш любимый Жаккард Текстиль. Это, например, та же самая Декола краски по ткани, нерастекающиеся. И, например, вот краски, которые сейчас продаются в СВ Стразе. Текстиль Арт – это производитель Нирхау. Хорошие краски, всеми мы ими с удовольствием пользуемся. Сухой метод, когда красочкой, мы втираем в ткань, да, то есть и это делается уже после нашитой аппликации. Красили ли вы кружево? Да, прекрасно кружево красится. Единственное, что, когда мы используем акрил, мы понимаем, что акрил – это поверхностная плёнка поверх любой поверхности. Да, и вот этот вот шёлковый блеск кружева может чуть-чуть уходить под окрашенным акрилом. Ну, незначительно, в принципе, как бы окрашивание кружева показывает тоже неплохие результаты. Так, значит, у нас остаётся 7 минут. Даже, наверное, чуть меньше, чем 7 минут. Значит, пару слов про аэрограф. Значит, есть мастера, которые с успехом используют аэрограф. Мы аэрограф в своей мастерской не используем. Почему? Дело в том, что аэрограф создаёт поверхностную плёнку поверх ткани. И, соответственно, когда ткань растягивается, видны, скажем так, волокна, которые под окрашиванием. Такое, в принципе, может происходить и при акварельном методе, и при сухом методе, но значительно в меньшей степени. Потому что, что в акварельном методе, что в сухом методе, краска именно вбивается в ткань. Я считаю, что использование аэрографа вполне оправдано, например, для платьев, для фигурного катания, для бальников. Когда нет интенсивного трения купальника о какие-то поверхности. Потому что акрил, как я уже говорила, он создаёт тонкую поверхностную плёнку. И она всегда может истираться. И чем, соответственно, больше в массе мы прокрасим ткань, тем медленнее будет происходить вот этот вот элемент истирания краски. Я думаю, что про кисти давайте уже в следующий раз поговорим. Это синтетика, хай-тек, пинакс, фирма, пинакс. Вот они вот так вот выглядят. Я вам подробно про кисточки расскажу уже в следующий раз. Сухой метод на растянутом купальнике. Он не то, чтобы растянут, девочки. Мы его просто фиксируем так, чтобы ткань не ездила на основе. Ну, чуть-чуть подрастягиваем. И обязательно купальник уже после полностью росписи, вот когда он готовый, надеваем на манекен и смотрим, где у нас косяки росписи. Иногда вот когда ткани на манекене растягиваются, видно там зоны непрокраса. И обязательно мы это стараемся поправить. Спасибо всем, кто был со мной. Мне очень приятно, что так много людей проявляют интерес к нашей работе. Эфир будет сохранен, выложен на канале в YouTube и в Instagram TV. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Я обязательно их выпишу. И постараюсь рассказать, ответить на эти вопросы в следующем эфире. Эфир будет не на следующей неделе, а через неделю. Спасибо большое всем за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова